здравствуйте друзья сегодня у нас понедельник 20 декабря и я делаю для вас этот краткий обзор новостей как вы понимаете самая главная новость и не только для меня и для вас моих слушателей да наверное и для американцев и европейцев это вот этот ультиматум который выдвинул кремль через рябкова в адрес соединенных штатов и нато я так вот оцениваю уже немножко время прошло оцениваю так сказать более широком формате это событие у меня такое впечатление что путин решил обнулиться второй раз то есть стать дважды обнулены шим первый раз он обнулился внутри страны а теперь он решил обнулиться так сказать в мировом масштабе повернув историю вспять до 1997 года но видимо что-то пошло не так первый акт отыграл рябков который играл голосом и лицом так бравурно поставил ультиматум жесткий текст ультиматума для американцев был написан было сказано что переговоры должны состояться начаться завтра что для подписания этого текста американцам достаточно два дня а если нет то будет что-то страшное будет как вчера ну вот прошло время вместо американцев ответила нато устами столтенберга который сказал что никакого отвода или возвращения до 97 года не будет никаких гарантий на непродвижение нато на восток и на неразмещение оружия других странах там где его сейчас нету и на территории не только членов нато но и партнеров нато имеется ввиду россия простите украина тоже не предвидится а что касается американцев то они пока хранят по крайней мере публично такое пренебрежительное молчание а в приватном порядке объяснили кремлю и миду российской федерации что ну что-то можно взять оттуда но допустим там был поставлен вопрос о ограничении военных учений и больше транспарентности в отношении этих учений но этот вопрос технически его всегда можно обсудить но вообще какие-то разговоры с москвой могут быть начаты только в том случае если россия сначала сделает продемонстрируют деэскалацию деэскалация означает какой-то отвод или объявление об отводе войск от северных границ украины и это должно произойти вот сейчас до рождества до него осталось буквально вот четыре дня но может быть там еще удастся продлить до нового года но не позже а если нет то санкции то есть санкциями вроде американцы и европейцы не собирается затягивать а готовы вроде объявить их не только если россия вторгнется реально в украину но если она не дескалирует в ситуацию вокруг украины вот такая сложилась петрушка метод ради интереса про мониторил некоторые средства массовой информации россии которые подконтрольные кремлю ну и на тех направлениях где работают их заслуженные пропагандисты не буду употреблять другое слово я не смотрю самых таких буйных по телевидению где там вот скрабеева выступает или соловьиный помет я послушал те где выступали более менее интеллигентные люди то есть такие просвещенные что ли пропагандисты кремля вот что я обнаружил значит по моему кремле совет совет но если не паника то нарастающие разочарование вот есть такая передача с участием владимира соловьева радиопередача куда он пригласил для комментариев людей которые испробованы так сказать уже в бою и спросил их мнение ну как там вашингтоне что собирается делать с надеждой голосе спрашивал этот русский патриот который отстраивал или купил свое поместье стране нато под названием италия и то что он слышал было как-то вот судя по его голосу он был глубоко разочарован ну выступил скажем небезызвестный дмитрий саймс это старый такой матерый крот кремля вашингтоне сейчас он правда прибывает в основном в москве этот в общем-то дал понять что надежды особой на то что вашингтон положительно ответит на вот этот ультиматум и как он сказал предложение разумное предложение москвы близки к нулю но потому что во первых такие предложения не делается публично а во вторых там смешались кочукони люди и вот во всем этой солянке винегрете решать это вот так вот все вместе это 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 просто глупо то есть и по содержанию это глупый был де марш ну и по форме тоже самое потому что если хочешь чтобы решали вопросы серьезно то надо это делать по дипломатическим каналам а не превращать это в публичный балаган затем выступил другой так сказать соратник дмитрия саймса вашингтоне он надо сказать создал там целую резидентуру его назвал это так называется центр национального интереса только непонятно чей-то национальный интерес потом что говорит дмитрий саймс и что говорят все пишут другие представители это скорее всего организация которая проводит защищает поддерживает национальные интересы здесь их так можно назвать кремля это даже не не то национальные интересы то есть по содержание бы назвал в центр кремлевских интересов соединенных штатов которые пока насколько я понимаю не зарегистрирован качестве иностранного агента и вот напрасно напрасно американцы до сих пор не обращают на это внимание не знаю как долго это продлится так вот там есть один молодой сотрудник который пишет прочему толковые статьи может он даже не поняла не по не понимает куда он попал в какую кто его работа работодатель и он популярно объяснил соловьеву что вот в том виде которое его подали то есть если бы там разграничили вот есть один вопрос скажем по учениям это можно да можно было бы надеяться что его рассмотрят но вот от возвращения к 97 году но это никак не получается то есть вы обращаетесь это так в адрес российской стороны говорил вы обращаетесь к американцам хотите только с ними вести переговоры с не с нато но хотите чтобы американцы приняли решение за все 30 стран нато но вы должны понимать что во первых они не могут сделать это во вторых кроме президента есть конгресс который никогда не позволит ему это сделать то есть это вообще сумбур полный сумбур то чтобы предложили поэтому вот то что вы написали это как бы это преподнесли это фактически сделала это предложение мертвым еще до того как она была произнесена ну видимо надежда надежда были на то что разграда удалось удастся разыграть китайскую карту в этой внутри российской пропаганду внутри кремлевской пропагандистской компании вытащили на свет китайскую карту мол за нами китай и вот 200 мы покажем америке нато кузькину мать для этого пригласили в общем-то уважаемого китаиста серьезный человек по фамилии маслом это директор института азии и африки очень очень серьезное заведение это было традиционно один из кадров для внешней разведки кгб и уверен для свр сейчас тех кадров там где люди изучают редкие языки потом работают во внешней разведке в этих странах и вот он должен был продемонстрировать тесный союз непоколебимые москвы и пекина которые вот должен дать отлуп американцам и натовцам ну и основа для этого было вернее информационный повод последний разговор путина си цзиньпинем и вот сколько он говорил профессор маслов на говорил он ну где-то ну наверно не меньше чем получасу и все это как-то я вот не услышал там военно по ничего о военно-политическом союзе между двумя странами он там рассказывала долго о том что в разговоре то есть телефонный разговор между путиным и си начался с приветствия си сказал я приветствуюсь твоего старого друга это вот он долго рассказывал как много это значит в китае такое приветствие но дело в том что точно также себе обратился незадолго до этого в ходе телефонного разговора с байденом затем профессор долго начал рассказывать о расширении экономического сотрудничества между двумя странами но в основном из того что он рассказал главное самое яркое было это что российское мороженое начала успешно продаваться в китае и в значительной степени потому что его там прорекламировал путин это это просто прорыв он ничего там не рассказал о действительно более тесном политическом союзе в чем это выражается конкретно где договоренности о чем они говорят он находился чуть-то такими непонятными но намного но много значительными намеками что там такой союз что не дай бог в общем что то новое невиданное в истории человечества симбиоз какой-то происходит ну про военное сотрудничество тоже ни слова но я в полном это кстати после этого последует мой мое полное видео на по этим же темам я вам расскажу как действительно состоят отношения между россией и китаем и должен сказать что особой надежды кремлю на поддержку пекина в попытках кремля затерять свару с соединенными штатами и нато на всем падя ожидать ожидать не приходится вот так вот в поутру они проснулись и и что и что теперь делать как следует и в высказываниях осведомленных лиц просвещенных так сказать пропагандистов кремля если соединенные штаты не отвечают а по существу они не ответят то есть у рябков же сказал или все или ничего так вот этого этого не будет что тогда делает москва как сказал рябков это военно-технический военное сотрудничество вот был там один толковый очень военный вам еще очень мне нравился она нравится это бывший офицер генерального штаба пораженных сил российской федерации которые но ему неприятным и когда ему идиотские вопросы задают типа как бы кузькину мать америки покажем и на то он сразу сказал что ну ребята надо же понимать война военный потенциал двух сторон россии 140 миллионов там вот такой-то бюджет а вот у нато соединенные штаты совсем 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 другой расклад сил но и возникает вопрос какой же военно-технический кузькина матч собирается показать кремль и тут один пропагандист вспомнил что как в свое время путин высказался когда он пугал первый раз военно-техническим потенциалом он сказал вот обращаясь к западу вы нас раньше не слушали так вот послушайте сейчас и показал мультики показал схемы вот это была первая серия нашего так сказать военно-технического ответа видимо последует что-то в этом роде еще здесь у них еще один вариант но его выяснял какие у них варианты есть в отношении венесуэлы которые в общем-то неэффективны но за них можно огрести есть еще у них один вариант то есть вопрос с восточной украиной ордло он все-таки так или иначе требует какого-то решения но потому что вот эта гниющая рана она но не она она не может долго гнить надо что-то как-то делать причем я имею ввиду и со стороны украины нельзя просто отрицать минские соглашения типа идите вы все лесом надо что-то предложить свое потому что если ты ничего не говоришь ничего не предлагаешь но тогда другая страна скажет надо спасать людей они с голода умирают и будет осуществлен ввод российских войск туда для защиты оказания гуманитарной помощи и де-факто оккупация превратится в фактическую оккупацию за это тоже придется огрести очень большие санкции ну и на этом я закончу это короткое видео более подробно я вам разложу ситуацию в том числе отношениях москвы с пекином и отношения москвы с индии потому что пропагандистские кремлевские уже и и и индию пытаются представить как мощного союзника кремля в его войне с американцами с натовцами вот но в этом виде я это для тех кто жить торопится и чувствует спешит который все понимают слету им не надо ничего разжевывать поэтому хорошего дня господа рабочего дня кто едет на работу другим хорошего отдыха ну и встретимся в следующем более длительном видео до свидания фил хорошего